Дорогие братья и сестры, салам алейкум, мы снова с нашим дорогим хазратом, с хадхазратом на утреннем намазе в мечети. И сейчас в такой напряженной ситуации, когда прям вот Россию, Украину, западные каналы прям подталкивают к конфликту, подталкивают прям чуть ли не к войне, хотя наш МИД уверяет, что мы близко даже не собираемся, хотя все заверяют, и Украине это не нужно, и России это не нужно. Но это напряжение все равно усиливается подталкиванием со стороны западных стран. Какой зарубежный канал, не посмотрев, везде-везде говорят о том, что вот-вот-вот, на вот-воте все, что прям во время Олимпиады это должно начаться. Вот. В этой ситуации мусульмане, которые всегда выступают за мир, которые всегда против конфликтов, которые всегда хотят, чтобы все было мирным исходом, я хотел спросить вас, дорогой хазрат, в этой ситуации, когда пытаются стравить просто мирных людей, мусульмане как должны себя вести? То есть они должны читать дуа, на какие предписания пророка Мухаммада, мирного благословения, ориентируются, что Всевышний Аллах говорит в Куране, как вести себя мусульманом в ситуации, когда их специально подталкивают к конфликту. Алхамдуллах, верующий человек Акль, тот человек, которому Аллах дал разум и думает разумом, не идет на поводу своих страстей и не идет на поводу сатаны, шайтана. Начнем с того, тот человек, который хочет стравить двух людей или две группы или два государства между собой в шариате, называется тот, кто ходит бин-намима. Именно специально для того, чтобы двух людей или, так скажем, две группы или две нации или два города или два государства между другом, чтобы стравить. Пророк Мухаммад проходил мимо могил и сказал, что эти двое сейчас наказываются в могиле. Один из них, он не очищал себя после нечистоты, а второй, который именно специально что-то говорил, делал провокатор, чтобы стравить две группы между собой. Это их наказание в могиле и в судебный день более суровое наказание от Аллаха Субханава Таалли. Второй верующий человек, Алхамдуллах, он не должен поддаваться на разные провокации, слушать там вот это, чтобы это некое что-то подтолкнуло для того, чтобы из него вышла некая злость, некий гнев по отношению к другому. Алхамдуллах, он должен анализировать, он должен, Алхамдуллах, подчиняться своему разуму. Разум должен подчиняться законам Всевышнего Аллаха Субханава Таалли. И при этом, просите Аллаха Субханава Таалли, дуа, как Пророк Мухаммад обучал своих подвижников. То есть такие дуа. Аллах, я прибегаю к тебе, дабы не быть из числа притеснителей, чтобы не притеснили меня. Аллах не любит, как в Куране описывает, тех притеснительных, именно которые стравят людей, которые распространяют нечесть на этой земле. И это сейчас фитна, как мы и раньше говорили в халифе, который Пророк Мухаммад передал, фитна наима, фитна она всегда спит, она постоянно спит, она не живая. А когда она просыпается, когда кто-то из людей, врагов Аллаха будет, тогда она просыпается. А этого человека, который будет в фитну, Аллах проклинает Всевышний. И верующий не сторонник войны, всегда, если посмотреть на сиру Пророк Мухаммад, как вы знаете, Шайх Руслан, всегда посланник Аллах, саллаху алейсалям, старался договариваться. Вот этот Сульха Худайбия, мирный договор худайбийский, я хотел спросить вас, дорогой хазан, там Пророк Мухаммад, мир ему благословение, даже ценой больших уступок шел к миру, чтобы остановить вот это кровопролитие. И он пошел на большие беспрецедентные уступки так, что Умар бинал-Хаттаб, он просто был удивлен, поражен, как так можно. Вот смысл этих шагов Пророка Мухаммада, мир ему благословение. Смысл для того, чтобы Аллах, саллаху алейсалям, в Коране, говорит в первом аяте, в сурате «Аль-Маиде» «Я юга ладина аману ауфу бил-укуд» «У верующие придерживаются договоренности». Пророк Мухаммад, саллаху алейхи ассалям, сказал «У аль-мууминуна аля ширутах им» «Верующие должны придерживаться свои договоренности». Посланник Аллах, саллаху алейсалям, для того, чтобы придержаться Договоренности между двумя странами, между неверующими, мучериками, урайшитами. И писал некие вещи и пошел на уступки. То есть даже это сподвижникам не понравилось. Когда они пришли уже для того, чтобы совершить хадж. И один из пунктов в этом году вы хадж не делаете. Представляете, пешком посланник Аллах, саллаху алейсалям, хаджу аль-курану, они с собой вместе жертвенные животные принесли. Барашек, коз из Медины пешком по пустыне шли, через скалы шли, через скалы шли. И Расуллах, саллаху алейсалям, он просто отыграл все назад, он отменил? Да, отменил, потому что хаджу делать с пророком Мухаммаду, саллаху алейсалям, сказал «Побрейте свои головы, закалите животное, мы хадж не делаем, возвращаемся». И с Сахабой ничего не делали, стоят и смотрят. И посланнику Аллаху было тяжело на сердце, то есть, и он пришел к своей супруге, зашел к Аллаху алейсалям, к своей супруге, в Софии сказал «Иллаху алейсалям, они меня не слушают, что мне делать?» И вот здесь он послалил с супругой, супруга сказала ему «Ты сделай это, сбрей головы и залез животное, покажи пример». И пример нам показал, и они за ним повторили, саллаху алейсалям. Но это принесло, аль-хамдуля, в этот момент, когда не было войны, аль-хамдуля, разрядка была, много людей увидели вот эту красоту ислама, приходили в ислам, принимали ислам, аль-хамдуля. Обучение, чем за предыдущие годы, почти за предыдущие десятилетия. Вот за этот короткий период мусульмане смогли совершить больше в условиях мирного времени. Даже не во время защиты, даже во время нападений. Когда было, например, нападение на пророка Мухаммад, отправил Али, рада Аллаху алейсалям, что сказал? «Не начинай воевать, призывай к Аллаху субхану ва Та'але. Если Аллах посредством тебя одного человека приведет к Богу, к Аллаху, это лучше тебе, чем стадо красных верблюдов». То есть, опять же, даже во время наступления, во время войны уже, когда она идет, не начинай воевать, начинай призыви к Слову Всевышнего Создателя. Дорогой хазрат, а вот аят в Коране, который содержится, «Сульху хайру», то есть «Мир лучше», он касается подобных ситуаций или он касается, вот, по-моему, там это брачных отношений? Это ко всему отношению. Сульху хайру и хазрата. Это к брачным отношениям. Если, скажем, между собой два бизнесмена поспорили, и один уступает, там… Деловые споры. Деловые споры. У него есть, например, даже возможность забрать что-то, но он, как бы, ладно, оставляет, прощает разделы. Вот это тоже сульху хайру. То есть, лучше простить, лучше примириться во время войны, во время… в любой ситуации и в семейных отношениях. Это хукм его этвоето, это ам. Даже если, несмотря на то, что не способов было по отдельной ситуации, но, однако, его хукм на всех распространяется, на любые ситуации распространяется. Примирение – это лучше. Всегда, это такое правило. То есть, мир – это лучше. Мир лучше, чем война. Примирение лучше, чем, там, ссоры и так далее. И посланник Аллаху, даже всегда, даже посмотрите на те хадисы, кто первый померится своим братом, Аллаху субханаму а Таалли ему построит дом в раю. То есть, вот эти все вот вещи, как бы, ассаляму алейкум, начинаем мы здороваться миром. Не просто на языке. Бывают люди там, ассаляму алейкум, говорят, в душе ему желаешь все плохое. Нет, и сердцем должен это желать. Ахамдулли. Дорогой Хазад, напоследок хотел, после такой красивой, проникновенной проповеди, наставления вашего. Так случилось в истории нашей страны, в истории наших народов, что вот украинцы и русские – два самых близких народа, два православных народа. Они друг другу просто, ну, как кровные братья. Кроме того, что русские украинцы и там, и там живут мусульмане, и там, и там живут единоверцы. И в этой ситуации, когда просто вот стравливают братские народы и православные, и мусульманские народы, вот оттуда, из-за рубежа стравливают наши простые люди-то, сколько живут в мире и мечтают жить в мире. Ахамдулли. А в этой ситуации, если мусульмане прочитают дуа, если обратятся к Всевышнему, если будут просить Всевышнего Аллаха не допустить такого сценария, худшего сценария, я думаю, что, как вы говорите, дуа – это сильное орудие, сильный инструмент мусульман, да, обращение к Всевышнему Аллах, Всевышний да убережет нас. И сейчас даже вот я хотел процитировать МИД России опубликовал в своем телеграм-канале цитату главы МИД Советского Союза Громыка, такой был крупный, влиятельный политик. У него была такая цитата «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны». Вот, поэтому мы все за мир, мы все читаем дуа, что Всевышний уберег наши народы от самых тяжелых испытаний. Барак Алафьев, дорогой. Барак Алафьев. Я прошу Аллаха, чтобы не вам, не вашим детям он не показывал, что такое война. Поэтому, да, как вы правильно сказали, всегда мир лучше. Иногда, Субханаллах, люди, вот, враги, вот, так скажем, да, которые два, как именно нашептывали, любящие, а сторонние люди, чтобы двух братьев между собой поругать. Вот это, как бы, мы не должны к этому поддаваться, должны, Алхамдуля, быть более мудрыми, не поддаваться вот этим козем сатаны, шайтана, Субханаллах. И благодарить Аллаха за мир, Субханаллах, это велик имел Субханаллах. Сейчас, если там, где воины, Субханаллах, видели, ездили в ливанские лагеря, вы тоже видели, Субханаллах. Там, к чему это приводит? То, что дети останутся, оставився сиротами. Да, Субханаллах. То, что никогда после войны лучше нигде не становится, только хуже и хуже. Вот, а шайтан что думает, что лучше будет, но, однако, это козем сатаны. Ладно, бережет вас. Да. Вот в чекахе. Как только кущах. А clutch в позвольте? А сильная шай Tin's of aこちら. А valeай interior,josimy. А я еще раз Aryно sheихусуслан.